В седьмом уроке обучения я уже говорил, где набрать первых партнеров свои проекты, проекты инвестирования и как строить структуру. И говорил о силе двух таких мессенджеров, двух таких социальных сетей, это как телеграм и инстаграм. И в сегодняшнем видео я хотел бы разобрать интересные моменты, которыми пользуюсь я при создании постов в инстаграме и как это поможет вам продвигать ваш аккаунт в инсте. Поехали! Всем привет друзья и подписчики, с вами снова Сергей и вы на канале Зинаробот, где мы открыто общаемся про инвестиции и заработок в интернете. И в сегодняшнем видео, как вы уже догадались, поговорим о том, как я пользуюсь инстаграмом и какие фишки я все-таки применяю и как это помогает продвигаться вашему аккаунту в инстаграме. При этом, как вы уже понимаете, будут добавляться и новые партнеры и вы уже будете строить свою структуру. И конечно, каждый хочет, чтобы партнеры сами к нему приходили, при этом ничего не делая, никому ничего не рассказывая, просто сидя и говорить, вау, класс, какие хорошие пассивные, пусть даже и небольшие, но пассивные заработки в инвестировании. Но так никогда не получится и нужно делать каждый день какую-то работу. И вот сегодня я именно на своем аккаунте инстаграма покажу фишку, которую я применяю. Поэтому присаживайтесь поудобнее, поддержите данное видео лайком и, конечно, пишите комментарии. Все это помогает нам развиваться и это самая большая благодарность, которую вы можете сделать исключительно для развития нашего проекта. Поехали! Для начала оформление канала. Самый первый момент, это вы должны создать себе именно цепляющий заголовок. Не только, что я просто инвестор или я делаю то, либо другое. Здесь ограничение 250, насколько я знаю, символов. И здесь вы должны написать именно цель, что вы делаете в своем аккаунте. Это очень важно. Поэтому лично опишите свою деятельность здесь. Напишите, что вы инвестор, вы начинающий инвестор, вы программист, вы просто школьник, начинающий студент, да что угодно. Но это должно цеплять именно аудиторию. Говорить о том, что вы делаете и чем ваш аккаунт и лично вы будете полезны своей аудитории. При этом, как вы понимаете, много здесь символов не вместится. Поэтому переходите в топлинк. В таком формате выглядит топлинк. Завести его достаточно просто. Авторизоваться тоже достаточно просто. Через инстаграм, через телеграм можно зарегистрироваться. И здесь вы можете уже описать всю свою деятельность. Все интуитивно и понятно. При этом вы указываете и проекты, в которых работаете. И непосредственно ваши основные мессенджеры. Может YouTube, может еще что-то. И в этом формате уже здесь вы можете описать всю информацию. При этом вы всегда можете скопировать и переделывать мою информацию. Что тоже на первое время вам очень поможет. Вторым моментом, конечно, стоит сразу сказать по своему инстаграму. У меня раньше достаточно много разных было постов. Но, если вы хотите брендировать себя и показывать, кто вы есть и чем вы занимаетесь, то, пожалуйста, уберите посты а-ля формата там, ну не знаю, с бутылкой пива, либо еще что-то. Либо какой-то непонятный смешной момент. Либо человек споткнулся и вы его прям зафоткали. Если вы хотите брендировать себя и развиваться непосредственно как уже личность, то, конечно, делайте посты исключительно по формату. По формату и не серьезного, но и при этом, чтобы понятно было, что вы за человек. При этом не надо обязательно только себя фоткать, как вы понимаете. И уже там одна фотка себя, вторая себя, третья себя. Вы должны разбавлять контент. Лично я делаю так. 70% полезного контента и 30% развлекательного. То есть, одна фотка, две своих фотки. После этого идет как минимум там 3-4 поста именно информационных. Чем я могу помочь? Как вот LastPass, расширение. Так же, как купить Apple технику. И дальше в таком формате. Один пост непосредственно по инвестированию, два по рассуждению. Один пост какой-то у меня непосредственно из моей семейной жизни. И все в таком формате. Развлечение, инвестиции, непосредственно полезность. Это что касаемо контента и вообще ведения своего инстаграм-канала. Если с оформлением своей общей информации и контентом, я думаю, вы разберетесь, то следующим, третьим, очень важным пунктом я все-таки заметил оформление постов. Вот, допустим, возьмем, к примеру, осень. Да, вот такие у меня раньше были посты. Осень, как ни крути. И все. И это нравится только нескольким своим друзьям, но не более того. 5-6 друзей. Вы не будете охватывать новую целевую аудиторию. И теперь посмотрите, какие посты у меня появились после того, когда я прошел марафон и непосредственно уже стал этим заниматься. Есть описание. Описание непосредственно, чем вы занимаетесь и куда вы движетесь. Что вы говорите. Ваши мысли. И уже это привлекает аудиторию и вы начинаете общаться. Комментарии, хэштеги, охват аудитории. Все это дает вам дополнительный трафик. Посмотрите новые посты. Это же надо понимать. Просто, а сложно. Пожалуйста, свои мысли и дальше уже вы расписываете какое-то направление постов. Не просто осень, круто, отдохнули, посидели. А именно направление постов. Для чего это делается? Вот, к примеру, жду. Почему ты до сих пор не инвестируешь? И дальше ваши мысли. Подойдите к постам правильно. И, конечно, обязательно употребляйте хэштеги в своих постах. Я один-два хэштега употребляю. Как брать хэштеги и где, я чуть позже расскажу. Какую фишку использую, чтобы хэштегами не набивать свои статьи и свои сообщения, тоже расскажу. Как вы видите, ни одного хэштега нет. Но если мы откроем и посмотрим статистику, увы, только с мобильника можно это делать. То мы видим, на эту публикацию у меня от хэштегов 175 приходов. С главной страницы 94. Дальше идем. Следующий. Следующий пост. От хэштегов 40. Следующий пост. От хэштегов 49. От хэштегов 86. И сейчас я расскажу, как подбирать хэштеги и как делать их в постах, при этом, чтобы у вас всегда была аудитория и посты ваши не были захламлены ими. Как найти вообще хэштеги, по которым вам продвигаться? У вас есть тематика. К примеру, Амеркапитал. Если вы не знаете, как искать по хэштегам, берете в поиске, просто вписываете Амеркапитал. После чего вы видите кучу, сколько публикаций и продвигаетесь сразу не по высокочастотникам, а по средне- и низкочастотникам. Ввели Амеркапитал, мы видим по Амеркапитал вот такое количество публикаций. Амеркапитал фонд 39. Амеркапитал 3, 8, 7 и дальше мы видим различные низкочастотники. Берите в среднем для нового канала 30, 50. Можете употреблять высокочастотник, но лучше низко и среднечастотники. Берите Амеркапитал, к примеру, даже вот так вот. То есть это вам подсказка. Вот по вот этому 750 публикаций. Пожалуйста, Амеркапитал отзывы 11 публикаций. Вы знаете, что основателем является Марат Манбаев. Набираем Марат Манбаев. Пожалуйста, 42 публикации. Может быть, вы по этому хэштегу продвигаетесь. Знаете определенные инструменты. Возьмем Амеру Валят. Почему нет? Вот, 18 публикаций. Амиргеймс, вы знаете, или Амирселл. Это запуск новых продуктов. Апомобильная связь Амира. Пожалуйста, продвигайтесь по этим хэштегам. Берете Амиргеймс. И далее уже, вот, Амиргеймс шоу. Амиргеймс. Есть куча хэштегов. Если этот хэштег у вас основан непосредственно для Амира поста, делайте его. Если вы хотите продвигать свой бренд, там, либо еще что-то, то делайте хэштеги, там, вот, как я, Сергей Ломака, либо на русском, и на английском, там, либо Макстер. То есть, я продвигаюсь и как бренд, и как пост непосредственно уже тематический. Если это группа компаний ТИК, берите, пожалуйста, и по ТИКу продвигайтесь. То есть, пожалуйста, ТИК. Ну, тут ТикТок, вот на ТИК. Слишком много публикаций. Да, можно написать Кооператив ТИК. И тут сразу же вы видите, сколько идет публикаций. Видите, по Кооперативу ТИКу вообще нет. Можете вы написать Группа компаний ТИК. Группа компаний ТИК. Все, вот, мы видим 100 публикаций. Группа компаний, группа компаний ТИК, но нам это не нужно. Здесь вы видите, сколько публикаций и какие хэштеги вам подбирать. Это, я думаю, будет вам очень хорошим уроком. И, конечно, последнее, что я, конечно, уже всем советую делать в своих постах. Смотрите, у вас в постах есть такая тема, как вот вы написали пост, и вам нужно засунуть сюда хэштеги. После того, как вы опубликовали пост, вы сразу ставите точку и публикуете свою точку. После этого, как только у вас опубликовано, нажимаете «Ответить» и сюда вставляете ваши хэштеги. Там, не знаю, Амир, Капитал, там, и неважно, там их будет сотни. Вот здесь вы сразу видите, там, Амир, Капитал, фонд. Дальше снова вставляете «Марат Мэнбаев», к примеру. «Мэнбаев». Все, мы вставили. Сюда их может быть, там, ну, не знаю, у вас хэштегов. Я обычно вставляю штук 15, да. Вот у вас куча этих хэштегов. Нажимаете «Опубликовать». Это делаете сразу, как только создали пост. У вас появляется такой вот список из ваших хэштегов, после чего вы делаете, именно делитесь этой историей. С мобильника есть «Поделиться» и делитесь именно в сторис свой. И уже после этого нажимаете сюда и удаляете свой комментарий с точкой. Когда вы удаляете основной комментарий, удаляются и все, которые к нему прикреплены. При этом вы синхронизируетесь в Инстаграме и у вас сразу же все ваши хэштеги прикрепляются к вашей записи. После чего вы будете получать именно такой результат. При этом, посмотрите, 117 аккаунтов, из них 42% не были подписаны. С главной страницы переходы 78, с главной 90. При этом больше половины на меня не подписаны. Именно в таком формате вы начинаете развивать и у вас появляются подписчики. Как вы видите, у меня подписок не так много, но достаточно много моих же подписчиков. И вот именно этот способ употребления хэштегов, вы не будете забивать не свои посты. Здесь у вас нет хэштегов и при этом они прикрепляются к вашей записи. А здесь вы уже можете там публиковать, что хотите. Вот как я недвижку, допустим, купил. Как я макбук про получаю вот буквально 16 числа. Все это вы будете делать и к вам будут идти новые партнеры. И уже вот это количество партнеров у меня 260. Вас смущать, увы, не будет. И структура 130 тысяч. Потому что новые партнеры будут находить вас в Инстаграме. А это очень хороший мотиватор для того, чтобы развивать и партнерку, и при этом строить свою структуру. А на этом все, ребят. Я думаю, пару полезных и правильных советов по ведению Инстаграма. От описания до топлинка, до контента, который вы будете вести. И, конечно, используйте хэштеги в таком формате. Ищите среднечастотники. Не лезьте на высокочастотные, потому что вы не будете показываться в ленте. Ну, действительно, по этому хэштегу. Ищите 100, 200 публикаций, 30, 70. Ну, можете какой-то на тысячник поставить. И после этого вас будут находить, к вам будут подписываться. А когда у вас не просто осень люблю прикольно, а именно содержательный текст вашей статьи, то люди будут интересоваться, кто вы, что вы. И будут идти за вами. А вы будете помогать им зарабатывать. Думаю, эти полезные советы помогут очень многим ввести свой Инстаграм-аккаунт. И не забывайте про периодичность. Обязательно. В неделю, два, три поста обязательно. Все это на старте вам поможет. А в дальнейшем уже можете снижать периодичность. Но при этом не забывайте. Целевая аудитория любит, когда ее не забывают. Она любит, когда с ней ведут диалог. А если вы с ней не разговариваете, то и они тоже отписываются от вас. А на этом все. Не забудьте подписаться на канал, клацнуть на колокольчик и поставить этому видео лайк. Все это поможет только расти в топ. С вами был Сергей. Пока-пока.